Подобрать какие-то контрпики, а вот, ну, хорошо, Легионка, что контрпик? Дазл, ладно, но это, там, герой поддержки, да, Веншфул Спирит, где контрпики, какие контрпики, о чем? Это же не герой вообще. Это же вообще не герой. Взять еще одного не героя, возможно, контрпикнуть не героя. Есть ли такие? Слардер, да, банят Слардера, Инвиктус Гейминг тоже прекрасно все понимаем. Помимо того, что Дабайт красивый был на Феникса, не будем забывать, что Инвиктус Гейминг чуть бостонский мейджор не выиграли комбинацией Никс Ассасин и Лайфстилер. А, Мауспорт, Мауспорт, да. Да, 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 Мауспорт, конечно же, да, греки. Лайфстилер плюс Никс Ассасин, это вот, как по мне, самая нетипичная, потому что мало кто это использовал, самая нетипичная инфестбомба. Медленная, но верная инфестбомба. Да, было дело, ты действительно правильно напомнил. Там Бэтрайдеры просто вешались от этого Никса, которого Стреларка был. Тогда Бэтрайдер был очень в моде, как раз вот в этом и была проблема. Все хотели играть с Бэтрайдером, а там бегал Жук и говорил, ну берите Бэтрайдер, хорошо. И просто первым пиком Никс Ассасин, здравствуйте. Никс Ассасин чуть-чуть Карапеси включил, там Стреларка как раз по таймингу отрабатывали этот момент греки тогда. Ну что ж, надо Лайфстилера доставлять до места проведения экшена. Аутворл Деваурер вновь появляется. Против Легионки мы уже обсуждали. Да, герой относительно неплохо смотрится, если он выполняет свою функцию. Сейчас ему будет помогать Даззл. Выполняет в смысле, может кинуть Астрал, да, после там дуэли, допустим. Сейчас Даззл маломальски сможет его вытащить, на там 5 секунд продлить его жизнь. После чего ОД, по идее, должен будет развалить. Причем, нужно ведь помнить, ОД все эти 5 секунд бьет. Да. А это значит, что он будет настакивать интеллект. Это верно. Это может быть очень больно. Вот просто ультимативное после... Даже если ты умираешь сразу же после Грейва, ты можешь внести там тысячи урона. Это очень круто. Слушай, айджи, времени себе оставили мало. Орш Спирит. Собирают Орш Спирита, игнорировали его греки. И айджи решили раз. Такое дело. Это один из лучших героев Бубоки, а Бубока один из лучших Орш Спиритов в мире. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Верно появляется. И что это такое? Это работа конкретно в этой игре, либо это... Это тренированный пик. Это ультразащитная игра от Моу Спортс. Это вновь не похоже на них. Где уверенность? Где огонь в ваших глазах, греки? Какая защита? А вот и огонь в глазах. Вот огонь в глазах. Вот ваша Интер Виверна. Долина вертит Виверну. На своем Лайт Страйк и Рее. И Лагуне. Был еще пик у Инвиктус Гейминг вот в центр. И они сделали, возможно, самое верное решение сейчас. Потому что Лина как раз за счет хорошего магического урона, за счет того, что при собранном Аганиме она и Лайфстилеру сможет объяснять примерно на треть столба. И да, Лина может оказаться здесь ключевым персонажем. Да, против Лайфстилера на самом деле много работы есть. Есть Легион Командер, которая цепляет его. Есть Венжи Фулл Спирит, которая точно так же работает против Лайфстилера. ТП АУ ты не сделаешь нормально. В драке тоже тебя можно кайтить. Это совершенно не проблема. Активный бегающий Шулл Спирит, которого попробую поймать у Лайфстилера. Сейчас задача добираться до героев, она первоочередная. Но мы не видим никакой инфест-бомбы. Ее нет на данном этапе. И надо брать оффлейнера такого, который будет обязательно собирать себе даггер, врываться. Возможно, это будет снова Акс от Маус Порт. Не удивлюсь, если мы его здесь увидим. В комбинации с Дазлом очень сильно смотрится. В комбинации с Лайфстилером тоже очень сильно смотрится. Но он меня не убедил в Скайларк в прошлой карте на Аксе. Совершенно. Да, да, согласен. Убрали Сайленсера, что также очень интересно. Ну, Акс неплохо смотрится в этом пике. На самом деле. И когда Виверн даст ультимейт, продолжить это все инициацией от Акса. Да, Акс неплохо смотрелся. Но теперь смотреться не будет. Да, уже отсмотрелся. Ну, теперь надо думать, кто хочет с Лайфстилером работать. Может быть, пак какой-то для Маус Порт. В сложную линию. В сложную линию пак? Да. Паку против Earth Spirit уже будет очень трудно. Ты за счет длительного безмолвия вообще будешь не в состоянии двигаться. А так как ты еще и тонкий, то проблем будет просто выше крыши. Ну и Invictus Gaming от Сайленса будут страдать. Я не знаю, сейчас пак смотрится бы лучше. Смотри, Вивер под Сайленсом, Лина под Сайленсом, Earth Spirit под Сайленсом. А если вдруг нападут на тебя? Ну, в итоге появляется Бэтрайдер. Более такой стандартный вариант. Роман, я не знаю, как у тебя в голове сочетается Вивер и Бэтрайдер. Но у меня в голове Бэтрайдер напротив Вивера стоящий – это мертвый Бэтрайдер. Потому что Вивер Бэтрайдера не просто убивает, он его унижает. Сейчас интересно, какая будет роль у этого Вивера. Я думаю, мы скоро увидим, кто кого будет забирать. Потому что у нас теоретически может быть там Лина, Центр, Легионка сложная. Винга – герой поддержки. И Вивер может быть четверкой. У Бернинга на Вивере 77% веры. На Винге у него проблем нет. У него нет проблем, конечно, но Вивер, видно, он на нем играет гораздо больше. Винга – пятерочку, сейчас в величайшем образом заходит. Просто как герой с контролем, минус урон, минус броня, точнее, под Вивера она тоже прекрасно заходит. Естественно. Да, думаю, все-таки Бернинг будет играть на Вивере в данной ситуации, но мне так кажется. Да, Вивер хорош и против Лайфстилера того же. Лайфстилер очень не любит ловить вот таких вот изворотливых персонажей. Контроля постоянно не хватает. Если мы посмотрим на контроль Моус Спортс, его нет вообще. Да, да, и Бэтрайдеру, если Вивер сейчас пойдет в легкую ОАГ, если еще и при поддержке саппортов, там, Винги в частности, как контроль, Бэтрайдера нет там, его там не должно быть вообще. Где-то насобирать себе первый-вторый уровень и бежать в лес. У него громаднейшие проблемы. Смотрю, вот я просто сейчас на драфт и понимаю, что, скорее всего, это и будет главной проблемой Моус Спортс. Пока что, ну, не знаю, возможно, мы чего-то не видим, да, и нам сейчас продемонстрирует греческий коллектив. Возможно, они сами понимают, что у них какие-то проблемы. А, возможно, опять же, теория заговора, они просто ничего не палят. Они просто играют вот так, как они хотят. Групповая стадия. Групповая стадия. Никто не вылетает. Групповая стадия, по итогам которой никто не покидает. У нас есть плей-офф, у нас есть сингл-эллиминейшн-сеточка. Мы в ней молодцы. Да, да, да. Мы в ней до финалов доходим. Так что да. Но все, что я говорил, да, все, что ты говорил, оно все актуально. Скайларк будет играть на Бэтрайдере, и Бёрнинг на нем не должен живого места оставить. Это факт. Если туда перетягивается Венш Фолл Спирит, дает хоть немножечко контроля с вармы, и ты со своим фаерфлаем лети в лес, дорогой Скайларк, и попытайся там умереть, чтобы мы этого просто не видели. Потому что IG сейчас с Бэтрайдером будут обходиться неподобающе. Реально тут плашку вешать. Просто не смотреть детям, беременным женщинам. Нет, ну даже не так, тут просто будет, просто садизм будет обычный. А, ну то есть детям можно? Нет, детям нельзя. Детям, да, да, беременным женщинам и людям с проблемами сердца. Так, ну смотри, что происходит. Бэтрайдер спрятался. Он находится буквально в полутора метрах от Венш Фолл Спирит. Сейчас я показываю вид от Лицайской Ларка. Он не видит практически ничего, вот только то, что дает ему вот этот вард. Сейчас он наблюдает вивера. Найдут или не найдут его вообще? Да, пока, пока, ну трудно заметить. Пока ты туда просто не зайдешь, ты, естественно, не заметишь Бэтрайдера. И все, вроде бы, да, вроде бы разбежались. Там в это время уже на одной из рун идет битва ОП. И кажется, битва закончится смертью Спартана. Ровно так же, как это было и в прошлый раз. Мандара еще спасает. У него совсем скоро может появиться рейдж, если вдруг что-то будет угрожать его жизни. Будут прожимать Святыню сразу же или просто пойдут на линию? Видимо, просто уходят. Скайларк увидели? Он забрал пачку крипов. Вот, вот, вот. Главная задача, которую необходимо было выполнить. Дать себе возможность получить второй уровень, чтобы уйти в лес спокойненько. Скайларк, конечно, серьезные ресурсы тратит. Бобоко врывается на Скайларка. Святыня была прожата. А ты не можешь драться. Ты не можешь драться. Крипы плюс большое количество героев. Кью. Была у него первая способность, но слишком далеко уже находился Бэтрайдер. Да, но Скайларк со своей задачей справился. Да, конечно, ресурсов потратили тьму-тьмучую. Но у него сейчас будет второй уровень и возможность уйти в лес. Стики Напалм, Firefly. Скорее всего, так он и будет поступать. Потому что, еще раз повторяюсь, Вивер – это одна из самых страшных проблем Бэтрайдера. Неоднократно мы на практике это наблюдали с вами. Посмотри в центре, как Оупьи пострадал сильно от тага. Да, видимо, обозлен так. После предыдущего поражения. И на Бэтрайдера выдвигается еще и Бобоко. Да, видит он Скайларка. Кью выходит. Да, пошло замедление. Есть Magic Missile и есть Swarm минус Скайларк. И это первая кровь для команды Invictus Gaming. Не может быть. Как неожиданно. Да, я тоже не знаю. Дмитрий, вы вообще могли подумать о том, что Бэтрайдер будет страдать на этой линии? Я просто удивлен, что на первой минуте 43 секунды аж это случилось. Это единственное удивление. Что поздновато немного. Ну, они бы хотели там со старта еще поиздеваться над ним. Скайларк. Единственный плюс для Скайларка то, что крипы сейчас здесь есть. Чем выше будет у него уровень, когда он нырнет в лес, тем лучше будет для него. Тем быстрее, собственно, фарм будет у Скайларка. Но он уже сейчас оттягивается в лес и должен заниматься конкретно этой частью. Но я боюсь, что и здесь его не отпустят. Что мешает Эрспириту и Винге прийти и просто его напрягать там? Забирать спокойненько. Крипов у него украсть, у него опыт. Да, грамотный вард просто установить и следить за перемещениями Бэтрайдера. Там буквально одного персонажа уже будет достаточно, чтобы сильно попортить настроение. В центре битва тоже не на жизнь, а на смерть. Там вот время от времени. У кого получается заклинаниями попасть, кто быстрее подошел, тот и больше молодец. ОП, осознав то, что если он получает Астрал, то может потерять приличное количество здоровья, просто спамит драгонслейвами, вообще не дает подойти ОД. Он видит, как только тот дергается вперед, сразу драгонслейв, я сюда. И это пока работает. И дальность атаки у Лины значительно выше. У него там 670 и всего 450 у Аутуэрл Деваурера. За счет этого ОП также может лишать здоровья Деваурера очень-очень большого количества здоровья. Проблемы у Лины были только на первых уровнях. Когда драгонслейв не особо напрягал, а ОД мог спокойно подходить к крипам, Астрал выдавать. Пожалуйста, ОП бросил на себя Кларити и по КД раздает драгонслейв. Зацепить ОП, maybe next time. Урона особо по ОП, конечно, не внесет, но сбить Кларити будет не лишним. Тем более, что регенерации не так много у Лины. Да, да, это действительно пригодится. И видим то, что используется святыня сил света. Силы тьмы уже свою святыню в центре прожимали. Там Лина тогда очень сильно пострадала еще в начале игры. Ну, вообще, по крипстату, кого мы бы выделили? Наверное, вновь это XXS, который на своей же легионочке спокойно уходит в лес. Возвращается на линию, если вдруг она оказывается под вышкой. И у него третий крипстат на карте. Да, ему тоже не очень удобно было бы стоять. Здесь против лайфстилера легионка страдает достаточно сильно от него. Ну, у него есть возможность сразу быть. Да, еще более-менее. Если сильно ты хочешь, прям вот ты прям хочешь постоять, то ты еще теоретически можешь это сделать. На тага выход в центральную линию. Он спрятал в астралу ложь спирита. Дальше по ОП. Решил понаваливать еще один удар по ОП. И ОП погибает. И maybe next time. Там еще и Бубоку могут забрать. Maybe next time. Выдает неплохой сплинтер-бласт. И летит последняя тычка. Даже и она не понадобилась. Потому что Спартан добивает Бубока. 2-1. Maybe next time. Решил немножко приостановиться. Думает, брошу на себя Колден Брейс. Ничего со мной не случится. Еще как случится. Там шпион. Крип. Вот этот вот Крип-маг. Он только что и стал причиной гибели. Он дал хорошую информацию для легионки, которая там неподалеку фармила. Да, а можно было-то ножками спокойно уйти к себе. На половину карты. И там уже использовать Колден Брейс. Но легион... Потому что легион командера, она в любом случае выходила. Но время, потраченное на Колден Брейс, оно по сути и убило. И верно. Время убивает. Точно. Такая депрессивная нотка. ХХС. Фейзы есть. 400 золота есть. Боюсь, что когда появится очень-очень-очень быстрый Блинк Даггер, то придется намного сильнее кооперироваться грекам. И Назлу придется больше мобильность проявлять. У него пока еще Грейва нет, конечно же. В последнее время не любят Назлы Грейв вначале брать. IG решили заняться похождениями Скайларка. Они прекрасно знали, где тот находится. Бубока пришел, поставил обсерварт. В случае чего перетяжка будет и попытаются Скайларка забрать. Как можно сильнее отдалить Даггер. К этому моменту просто у Скайларка уже все хорошо. Вот обрати внимание. У него... Он по крипам очень хорошо догнал. У него уже шестой уровень. Фармит крипов он уже нереально быстро. И забрать его тяжелее, потому что 900 здоровья-то в целых. Не, могут, конечно, еще попробовать. Вот он Бубока вкатывается. Промахивается. Прочитал, видимо, этот момент Бэтрайдер. Просто стрейф, знаешь, из другой игры немножко. Но стрейф на линии, чтобы не попали. Да, ну да, там еще раз прыжку можно. Перемещается зигзагообразно. Ну, это на самом деле не лишнее, когда ты играешь против Earth Spirit. Вот, вот, вот так, смотри. Очень непредсказуемо пытается двигаться Скайларк. Вешается Сворм. Бернинг уже ничего не сделает. Да, далековато поймали IG Скайларка. Чуть-чуть бы где-то нос Бэтрайдер высунул на линию. Его бы забрали чуть ли не со стопроцентной вероятностью. Контроля достаточно. Опять же, даешь время с фармам, они свое дело делают. А виверы. Не проблема разминать Бэтрайдера. Я вот очень переживаю по поводу отсутствия контроля у Маус Спортс. Вот, серьезно. Да, он есть. Фактически. Это лассо. Это все. Теоретически еще, возможно, Винтерскерс. Но нельзя назвать это средством контроля. Это средство убийства героев. Контроль-то был раньше, когда можно было атаковать в Винтерскерс. Сейчас ты просто кинул и смотришь, как герои друг друга месят. Спартан решил помочь немножко Скайларку. И они делают невиданные вещи. Они прогоняют Бернинга с линии. А Вивер без поддержки. Тут настолько курортная ситуация была у Вивера, что саппорты вообще не подтягивались. Винга где-то подфармливала, отводики делала. Что касается Бубоки, он тоже то в центр захаживал, то там Скайларка разминал слегка. Самостоятельно Бернинг, конечно, Скайларка не забирает. Уже на этой стадии. Потому что перефарм в один уровень. Внизу сейчас заберут Лайфстилера. Первая победа для Легионки. А не смутило, видимо, товарища Лайфстилера то, что Вивер ушел с линии. Даже Вивер ушел с линии. Вивер понимал, что тяжело будет стоять без поддержки. Ну и Maybe Next Time также может теоретически отлететь. Если пойдут в его сторону. Но Инвиктус Гейминг отправляются на центральную линию. Нет, нет, передумали. Видимо, где-то они заметили МНТ. Заметили вот сейчас Виверну. Виверна сразу же взмывает ввысь. И улетает. Игра такая достаточно пассивная. Потому что основные уязвимые цели, они не подставляют. Мы видели X-XS в лесу. Много времени провел Скайларк. Тоже прекрасно понял свои слабые стороны. И ушел со сложной линии. Поэтому фрагов по минимуму с вами наблюдаем. Но что касается фарма. Уверенная тройка от IG. Несмотря на то, что Мадара вырвался вперед. Я смотрю, XS и Burning и OP выглядят на данный момент блестяще. Я так понимаю, по золоту тоже, да? Там так может умереть сейчас. Да, я буквально секундочку переключу сейчас именно на Нетфорсы. Чтобы было понятно, насколько опасно сейчас становится Легионка. А еще один в лагере появляется крипов нейтральных. Ну да, просто продолжают фармить IG. Я думаю, они прекрасно понимают силу своих персонажей. И то, что им противопоставить будет что-то очень тяжело. Уже буквально минут через 10, может быть 15. Да, до первых каких-то хороших слотов. Вивер сразу же собирается в Линкен сферу. Да, Вивер будет просто падать на того же Дазла. И пытаться его забирать. Легионка может заниматься ровно тем же, да? Либо вырубать одного из основных персонажей. Там того же ОД или Лайфстиллера. Лина может с этим же Дазлом очень быстро справляться за счет Лагуны. Так, ну что тут так получает Лайтстрайк и Рей. Лина видит, как вокруг нее сгущаются персонажи. Вроде бы минус OP. Прилетели вдвоем, смотрят, а сделать ничего не могут. Забили Лину. Пятером Мауспорт. Ну, это неплохая такая перетяжечка. Всеми возможными ресурсами. Лайфстиллера. Я не обратил внимания. Его давно забрали? Нет, не совсем. Не совсем. Вот буквально сразу же после смерти Лины выскочила табличка. Это еще 10 урона для XXS. Да, и теперь, я думаю, греки понимают, почему против Invictus Gaming легионка отправляется в первый бан. Я уже даже не припомню команду, которая бы эту легионку им отдавала. Да, у XXS блестящие тут дела. На тысячу обгоняет керри своего врага, и на полторы обгоняет своего керри. Серьезно. Теперь я керри. Да, выходит и так. Выходит и так. И до десятой минуты две дуэли выиграны. Блестяще проводит XXS. Эту карту Бэтрайдер наконец-то покупает себе даггер. И приятно, что до сих пор нет линки у Вивера, и она даже в перспективе будет не скоро. А теперь серия вопросов. Ладно, один вопрос. И что? Вот покупает Бэтрайдер себе блинк. А что должно происходить дальше? Фестбомба у нас есть. Будем забывать. Замечает. Кого убивать? Как убивать? Разводят на лассо XXS. Ты видел? Ждали. Ждали момента, когда даст лассо. Не лассо, точнее, XXS на дуэль. Разводили. Мадара. Включает рейдж. Прячется в крипа лассо. Был использован. Но у Мадары сейчас огромные проблемы. Рейдж закончится. Проблема у Винги сейчас. Ее братья же или сестры просто только что развалили. И при этом сестры остаются на фаерфлайе. Почему же вы там остались? Господа. Ох, Виверна. Как много урона внес в этой драке. Спарт. Maybe next time. Бобоку тоже могут догрызть. Все способности в откате. И 4 в 0 дерется. Маус Спорт. Проблема была в том, что IG вообще не понимали, как драться. Кого убивать. Изначально, видимо, расчет был на то, что у Винги просто будет свап. Потому что она просто свапнет. Спасет от лассо своего товарища. И на этом драка закончится. Но нет. Свапа не было. Винга в итоге оказалась бесполезная. Все стояли на фаерфлайе. Горели. Причем политые липким напалмом. Ну, это же кошмар. Это просто был ад. Вот. В прямом смысле этого слова. Да. И по графикам все прекрасно отражается. Забрали 4 героев. Забрали вышку. Отыграли 2500 по золоту. За какие-то короткие там 40-50 секунд. Да. Для Маус Спорт это прекрасный выход. И примерно мы с вами видим те драки, которые будет Маус Спорт организовывать. Изначально мне казалось, что просто хотели, чтобы XXS дал дуэль. В это время прыгает Бетрайдер. Дает лассо. Дуэль выигрывается лайфстилером. Все отлично. Дополнительный урон никогда не бывает лишним. Но даже без этого момента смогли драку Маус Спорт выиграть. Бубоку находит Спартан. Есть возможность укатиться. Спартан не подставляется. Ой, а Бубока что-то не докатился немного. Запамятовал про камушек, возможно. Забирает еще один фраг. 8-5. Дела. Все лучше и лучше у греков. Сейчас это уже больше похоже на какой-то камбэк. На какой-то возврат в эту игру. Ибо так уже с Мидосом. И при этом Мидос уже начинает очень неплохо работать. Как вот в рукопашном бою. Я имею ввиду против крипов. Также, естественно, его активная способность. Просто про лассо я в каком смысле имел ввиду и что на Бетрайдере. Урона может быть не слишком много. Пока у того же тага еще блингдагера нет. То от лассо проку не многовато. Если отреагирует либо Винга, либо Легионка. И снимут эффект лассо. Лайфстиллер вряд ли там кого-то сможет убить. Потому что много спасателей. А что Скайларк самостоятельно решил забрать кью. Он может это сделать. Он витает, горит. Винга не понимает, что у него над головой пожар. Она сейчас попытается подняться. Спрячет ли ее? Да, прячет. Нет, пускай. Да, да. Причем пододвинул Скайларк поближе Вингу. Для того, чтобы Outworld Devourer успел кинуть Астрал. Ну и плюс это урон такой. Она пока горит еще в флеймбрейке. Половина столба может у нее за 2 секунды слететь. Справились с Вингой. Вообще в ситуации ты начинаешь подниматься наверх, там все горит. Ты налево, там все горит. Как допустили? Ад. Вот тот же ад, что был буквально недавно под Тир-1 вышкой. Гори в адском пламени. Да уж. Ты думал там ангельский свет? Ну там свет, конечно, не совсем ангельский. Да, у Бернинга не хватает урона. Лайстилеру он пока просто массажист Вивер. Как мы любим говорить про данного героя. Пока он без артефактов. Да, и в ближайшее время особо артефактов на урон у Вивера не появится. Линкен Сфера нужна сейчас кровь из носу. Пока ее нет, он цель номер 1 для Скайларка. Это даже не XXS. Есть, конечно, и Легион Коммандер, который тот же Лассо снимает Бэтрайдера. Что делает еще больше вопросов в его пике. Забирают в это время Тага. Да, на верхней линии его там обошли сзади. Вардов никаких в верхней части карты не было. Поэтому Таг фактически был без глаз. И реакция сразу же от Мауспорт. Или Вингу загулявшую. Только там пятерка погибла. А там погиб не топ-1 Нетворс, конечно. Так пока немножечко отстает. Но он дарит лишний урон для Легионки. У нее уже 34 бонусного урона. И уже практически готов Блинк Даггер. Буквально после этой пачки древних, там и еще одной пачечки обычных крипов, можно будет приобретать Блинк. И игра станет значительно интереснее. Да, для Легионки халявы тоже не будет. Потому что и Мэйвен Икстайм может спасать своих товарищей. И также Дазл может этим заниматься за счет Грейва. Конечно же, вот Лассо. Вот урон где-то. Дазл неплохой урон нам продемонстрировал на самом-то деле. Это очень важный момент, что Винга подтянулась и спасла Легион Командер. Не хватало на тот момент 50 монет до Даггера. Если бы сейчас Легионка умерла, у нее еще бы полторы минуты надо было потратить на то, чтобы этот Даггер злополучный приобрести. Так что Винга здесь отыграла на 5 с плюсом. Ее вообще не жаль. Намного больше выиграла в этой ситуации команда Invictus Gaming. Да, ну и что же. Следим теперь за XXS. Возможно, если он не ударится в бесконечный и лютый безудержный фарм, возможно, мы увидим какую-то активность. С другой стороны, на его месте сейчас чрезмерная агрессия может быть не слишком оправдана. Если Моус Спортс, если греки, например, это почувствуют, они могут сгруппироваться, отразить несколько атак. В итоге Легионка потратит большое количество времени. Поэтому зачем? Зачем вот атаковать там в одиночку или хотя бы вдвоем, говорят IG, и идут атаковать втроем? Это уже больше похоже на внятное нападение. Да, и подставляется так. Провал, просто провал Дазла. Причем был рядом и Дазл, и Виверна. Виверну сейчас будут убивать. Дазл может спасти Грейвом. Да, Грейв в самый последний момент он вешает. Тут же сразу Лассо. Нападение еще и на Legion Commander. Сдувают Легионочку. Бернинг, Бернинг. Говорит, нет, меня надо бить. Бейте меня. Тут же я, такой сладкий Вивер. Говорит он Дазлу и убивает сам Дазла. Да, ну, удобная ситуация для лайфстилера была драться. Что Вив уже чуть ли не до максимума понизил урон, понизил броню у врага. Так что Бобока развалился. Скайларку прыгивает. Отсюда в итоге драку, конечно, проигрывает. Виверна так и не выдала свой ультимейт. Он бы был не лишним. Опять же, под ультимейтом Дазла могли бы какую-то одну цель выключить. Но слишком сильно напрягали в той ситуации Спартана. Да, у Invictus Gaming получилось снести башню в центре. Тир-1. Заработать денег немного для отстающих своих персонажей. Это как раз Кью и Бобока. Вот у Бобоки все пока не слишком гладко, если мы можем сравнивать его перформанс. Из прошлой игры. И по ценности героев они с Вингой пока идут ноздря в ноздрю. Возможно, стоит отдать должное конкретно Vengeful Spirit, которое очень много фармит. 35 добитых крипов. И даже сейчас Винга находится в лесу. Благодаря медальону может спокойно убивать даже жирных крипов. Вышка в центре еще стоит у IG. Мадара подталкивает центральную линию, подтягивается так. И, судя по всему, решили в наступление идти. Маусборд. Скайларк. Единственный, кто не в центре сейчас. А он мог бы и понадобиться. Легион Командер уже готова. Прыгает. Дает дуэль на тага. Старается Мадара нарезать легионку. Но могут спасти Легион Командер. Дает Колден Брейс. Неплохое в нее. Дуэль в итоге в пустоту. От X-XS. Так, все еще живет. На нем висят сфармы. Так, прячет себя. Но может в итоге просто погибнуть от задувки Лины. Погибает. Все-таки погибает. Кирпичом добивает его Бобока. А в это время Бернинг просто гоняется за Дазлом. И за остальными. Он не слезает с этих суппортов. Он не дает им жизни вообще никакой. Мадара рискует тут остаться в одиночестве. Да, получает он Мэджик Миссл. Подталкивает его немножко Форстафом Бэтрайдер. И все же догоняют Мадара. Вешается еще и Сворм. У Скайларка могут быть таким образом серьезные проблемы. Потому что Блинк Даггер не будет работать. Подходит Оу-Пи. Задувает с Драгон Слейва. Продолжает атаковать Бернинг. Мадара забегает к себе на базу. Используя Армлет. И там до святыни уже просто рукой подать. Мадара выжил в этой ситуации. Один из немногих плюсов. Но потеряли тага. Это явно не то, чего добивались. Вообще потеряли многих героев. Если открыть Файтрекап. Тут 4 в 1 размен. Естественно, в пользу Айджей. И вышку не забрали. То, ради чего собирались. То, зачем вот эта тусовка в 4 лица была в центральной линии. Причем, вот даже если посмотреть на этот итог боя. Ты понимаешь, что основную функцию Виверны, Дазла. То, что функции спасателей. Вот этих Малибу. Они справились на 5 с плюсом. Они действительно... Дуэль там не получилось организовать грамотную. Урона впитал и Колден Брейс. И Грейв очень много. Но дальше. Это Дазл. Это Виверна. Если она не кинула Винтерскерс качественно. Они становятся очень бесполезными. Урона с руки они, естественно, не имеют. У способностей там перезарядка вроде бы и небольшая. Но Дазл умирает очень быстро. Если Грейв уже потратил. И мы как раз так и видели. Вивера просто нечем контролировать. Вот Вивер всю эту драку безудержный бегал. Он побежал за Дазлом. Побежал за Виверной. Потом за Бэтрайдером. Он всех догонял. Да, все это под Свармами происходит. Мы видим, что даже так себя прятал. Просто, чтобы не умереть после Грейва от Сварм. Пожалуйста, ты себя прячешь. Полностью теряешь какую-то мобильность. Остаешься, даешь позицию. Бубокий выбрать спокойненько. Залетает камень по таймингу. Так отправляется в таверну. Это у Бернинга не было артефактов на урон. Сейчас у Бернинга остается не так-то много золота до покупки Дезолятора. С момента появления Дезолятора Бэтрайдер уже нормально не полетает. Дазл тоже. Есть подозрение у меня, что Грейв просто будет тратить на себя. Чтобы не отвалиться в драке. И хоть что-то полезное сделать в этом файте. Да, возможно. Я бы еще хотел отметить игру как раз Бобока на земели в предыдущем эпизоде. В этой драке на центре. Он там камнем по троим попал, кажется. И с безмолвием, и с оглушением. Тут Лину на верхней линии забрали. А в это время нападает на Рошана Инвиктус Гейминг. Кажется, Мэйбин Экстайм это заметил. И у него между... Он может залететь. Он залетает. Проверяет. Нападает на Avenged Fall Spirit. Так как это пятерка, то у нее не слишком много здоровья. И Кью почти погиб. А теперь может почти погибнуть Сларк. Сларк. Скайларк, конечно же. И вот он Дазл. Ну смотри. Нападает на Дазла дальше. Естественно, ему тут больше не жить. Не отвешает он на себя еще и Грейв. XXS догоняет. Хочет очень сильно использовать дуэль. Возможно. Нет, не хочет он использовать дуэль. Посмотри на Тага. Он стоит там на горе. Ладно, потом посмотрим на Тага. Скайларка скорее всего заберут. На вот этого? Да, стоит на горе и смотрит на Руто Регенерации. И просто молится. Пожалуйста, можно я использую свой Хьюрикен Пайк? Я вспомнил видео, когда собаки на нос печеньку кладут. Да, да, да. И нельзя есть. Это жесть. Я смотрю, боль в глазах у Тага. И он так смотрит. Как мне добраться туда? А у него в откаче Хьюрикен Пайк был еще 15 секунд. Издевательство. Это супер минус мораль для Маус Спорт. Драку в итоге они очередную проигрывают. Рошана отдали врагу. Венгу. Ну, по-моему, правдами-неправдами все-таки забрали, но это вообще не важно. Ну и вот таким образом Invictus Gaming уже начинают далеко вырываться. О, денежка. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-дизолятор. Фу. Бернинга летит. И прощай, бедненький дазл. Ты уже все его окончательно похоронил? Ну, и я, я думаю, этим больше будет бернинг заниматься. Такова. Тоже верно. Таковы жестокие реалии. Так, Линкин Сферу также Лина покупает. Тоже верное решение, я считаю. Лишним этот артефакт точно не окажется. Там еще Винтерскерс помимо Лосо имеется. И даже если ты просто Open Wounds съешь, это уже будет неплохо. Чтобы твоя мобильность не особо страдала. Изолятор, в свою очередь, вместе с Гиперстоуном появляется и у Лайфстилера. То есть, атака Лайфстилера тоже весьма-весьма опасная. И эта инфизбомба уже в состоянии забрать кого-то даже без помощи, там, третьих лиц. А только не с той стороны находится Invictus Gaming. И Моузам, наверное, не светит никого найти сейчас. Да, и Скайлар такой, ой, я безобидно, крип скиплю. Конечно же, я тут нахожусь один. Поняли, да, Злам? Да, и Виверна тоже. Не, не Виверна. Это Outworld Evaurer. Это вам не Виверна. Это минус ОД. Мэйбинокс Тайм там просто не было. Такое ощущение, что как Виверну развалили. Да, очень быстро. Я поэтому и говорю. Смотри, что-то крыла-то мрет за три удара. Оказалось, это мидер. Кор-персонаж. Но я смотрю по Нетворцу, и ситуация проясняется очень схожая с прошлой игрой. Тройка уверенная. Распределение ресурсов тоже у Invictus Gaming превосходное. Практически все идут в один и тот же уровень. Сказать, что сильно вырывается Мадара, нет, он вообще не вырывается. Так что один Мадара будет работать против трех коров команды Invictus Gaming. И работа, я думаю, вряд ли будет крутой. Потому что, ну, трудно. Просто трудно. Кроме него урона толком никто не вносит. ОД постоянно в панике. Постоянно где-то в Астрале. Сам прячется. Все умрем. Огребает. Да, Life Stealer решил зайти на базу к сопернику. Упертый Мадара. У него есть дезолятор. Ты хочешь ломать башни, используя этот дезолятор. Тем более там есть тележка, которая атакует эту самую башню. Мадара улетел. Да, вроде бы успешно. Вот Мадара не вываливается из игры. И на первой карте, кажется, у него проблем особо не было. Ладно, были, потому что он проиграл в целом. Но я имею в виду в личном зачете. А вот так уже вторую игру меня не слишком радует. Да, и я смотрю проблемы. Как это, тучи сгущаются над командой Моус Спорт. Потому что у Легион Командора, я только сейчас обратил внимание, есть Алибарда. И говоря о том, что урона по сути вносит только Life Stealer в драке, в скобочках не вносит, если все удачно сложится для Invictus Gaming. Смотри, 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 Бернинг подходит. Там есть Линкен Сфера и Эгида. Конечно, нападать на Бернинга сейчас не стоит полностью. Не стоит. Нельзя об этом даже думать. Да, и без просветки точно нечего делать. Пока ты будешь сбивать ему Линку, он уйдет шукучи спокойно. То есть надо прыгнуть, просветить, дать форс став, а только потом лассо. А Бернинг манит. Он как бы говорит, напади на меня, пожалуйста, Скайларк. Я знаю, ты хочешь использовать свое лассо. Мы тут с друзьями стоим ждем, когда ты уже нападешь. Да, да, да. Тут XXS просто уже дуэль, кнопку сломал, уже ждет. Дай ее нажимать. Просто надоело. Оп, есть центральная линия. Поймали его. У него все так же заряды в Бладстоне постепенно сыпятся. Шесть остается. Причем у него было шесть. Он потом где-то кое-как еще в последней драке насобирал зарядов. Теперь снова сливает до шести. Нравится ему это число. Прям тянет. К шестерке. Ну смотри. Тянет его или нет. Но, как только он купит себе линкен сферу, такие вылазки, они тоже станут чуть более затруднительными. Да и в целом, я думаю, просто УПи перестанет шататься где-то в одиночестве. Сейчас нападают на Тага. Да, безмолвие было. Вот зацепить оглушением не получилось. Дерзкий. Очень дерзкий Бубока. И едва не поплатился за свою дерзость. Так может прыгнуть и забрать Бубоку. Нет, так просто упрыгивает. Просто решил отойти немножко в сторону. Приходит Лайфстилер вместе со Скайларком. Дуэль сразу же от XXS. И Легион Коммандер выигрывает эту дуэль. Даже несмотря на то, что она простояла все это время в Астрале. Быстренько забрали его. Уже очень много урона Вивер вносит по XXS. Наваливает неплохо Таг. Но это разминка. Инвиктус Гейминг. Они не потеряли никого из героев. Забрали главную фигуру в составе Мауспорт. Заработали немного денег. И сейчас еще и докормится вышкой. XXS. Вот та же ситуация. Только-только прыгает Лайфстилер. Благодаря Бетрайдеру сразу же XXS на подхвате. Так правильно, так и должно быть. Это чуть ли не единственный герой, который может выдержать этот удар. И даже дать отпор серьезный. Конечно, там еще есть вот эти Виверы. Но Вивер предпочитает, когда его вообще никто не бьет. Все-таки лучше самому атаковать с этим дезолятором. И готовится нападение на этого самого Вивера. Чем вы только его ловить собрались, господа? Извините за столь нескромный вопрос. И вот греки думают, а чем это мы его ловить собрались, господа? А Бернинг пока что чувствует вот практически полную вседозволенность. И уже не с горами Кераса для Легионки. Ну, вновь остановились греки. Мы видим то, что за счет такого кучкования на верхней линии они уже начинают сильно терять по фарму. И я думаю, что IG не должны будут опускать этот момент. Да, да все уже. Лайфстиллер топ-3, топ-4. Где-то крошки со стола собирает. IG своих коров вывели в топ. Видим, Вивер превосходно себя чувствует. Появляется еще и Диффюжл Блейд. Бедный, бедный Даззл. Если дезолятора ему было мало, то за счет диффузов просто смерть полнейшая. Виверна, я вообще об этом молчу. Виверна тоже не жилец. Виверны пока нет. Вот я не вижу этих вещей, да, этих винтерскерсов, этих наших криков. Ой-ой-ой, что творит эта Виверна? Может, она, конечно, и творит что-то, но пока не в нужном нам русле. Могут ожидать сейчас выход в смоуке Invictus Gaming. В теории. Ну и, судя по перемещениям, пока нет. Нет, они пока просто стоят. Да, они глобально понимают ситуацию. Они прекрасно видят, что у них по фарму, каких слотов им не хватает. Они понимают, что в Моус Спорт драться не могут на этой стадии. Даже драки и такие выпады в одну-две цели, они все пресекаются IG. И IG спокойно оттягиваются на свою половину заниматься фармом. Доформить необходимые слоты, более-менее обезопасить себя, когда вы будете заходить на базу к сопернику. Ну, такая академическая дота от команды IG. На самом деле приятно смотреть. Экшена пускай они немного нам дарят, но, тем не менее, дота прям показательная. Вот нужен контроль. Нужно больше контроля сейчас. Да, Invictus Gaming, они дают время, дают шанс сейчас в Моус Спортс дофармить каких-то хексов, для того, чтобы этого вивера ловить, не знаю, легионку как-то контролировать. Я там слышу лассо, выловили Earth Spirit. Это неплохой фраг, очень неплохой. Также виверна пока что спасается, прячет ее в Astral Outworld и Ваурер. Подходит Мадара, сбивает линкен сферу. Все сразу же разбегаются, понимают, что может последовать Винтерске Орс. Телепортация. Все. Окей. Как дешево, слушай. Ну, кому дешево, а кому и не очень. Моус Спорт нормально так заработали в этой ситуации. Вообще забрать Бубоку, это хорошо. У него прекрасный нетворс на этой стадии. И вы получаете численное преимущество. Следовательно, можете зайти. Таковырять эту злополучную вышку в центре. Либо же пойти на Рошана. Но Рошан будет менее чем через одну минуту. Идут в центр. Но 10 секунд. Все равно 10 секунд. Клифф имеется. Я думаю, Бубоку просто дождутся. Реально, прожимай клифф, жди Бубоку, дерись. Прожимают клифф, ждут Бубоку, сейчас будут драться. Да, да, будут, будут. Там земелья уже может залетать. Вот, вот они дерутся. Сразу же нападение на Outworld и Ваурера. Пытаются его пробивать сквозь Cold Embrace. Не получалось. Вот только-только сейчас имеют шанс его добрать. Если бы не Астрал. Винтерский Орс. О, да еще даже отпрыгнуть успел. Какой дерзкий. А, там Скайларк уже атаксует. Лайстилера увез с собой. Потеряли два их. Мне кажется, это еще легко отделались в Моу Спортс, если честно. Вот печаль, которая одолевает мое сердце, это то, что происходит с Тагом. Он какую драку подряд практически ноль урона вносит. Он попадает в дуэль, его либо прячет в Cold Embrace, он не вносит урона. Либо потом он себя прячет в Астрал, после Астрала погибает. Он вообще не вносит урона. Его польза равна нулю в последних двух или трех драках. Вспитывает хотя бы. Может, это говорит и о том, почему ОД все-таки пропал у нас из меты, потому что по нему появилось много контроля. Так, драка в центре вроде как намечается, но без ОД... Хотя, тут толку говорю, без ОД вы урона не внесете, а то с ОД вы прям больше урона. На 299 больше урона внесете. Тогда просто впитает кто-то другой, который впитывает меньше и умрет, вероятно. Тоже так, хотели впитывающего героя брать, брали бы Тайтхантера на мид. Вайпера? Вайпера, Тайтхантера, да кого хотите там. Бристалбека брали бы на мидлейн, пусть впитывает урон. Ну, обидно, что выключается из игры Наборча от Валдовара. И так продолжается. Он может, он может вновь заиграть, если вдруг купит себе, не знаю, Хекс, например. Или если его просто не убьют на старте. Да, он в дуэли. Это ужас какой-то для него, это дуэль. Понимаешь, слишком много артефактов необходимо. Тебе нужен контроль для того, чтобы как-то справляться с врагом. Линка, ты верно подметил, она действительно критически необходима, потому что тут и лагуна, и свап, и дуэль, и все это очень критически сказывается на таге во время замесов. Мандару подсветили сейчас. Вивер начинает вгрызаться, заставляет Мандару прожать рейдж. Булыжником также еще зацепили бетрайдера. Сливают его. Да, и гем выпадает из бетрайдера, что неприятнее. Свапают Дазла, не дает улететь, забирают Винтер Виверн. По-моему, IG все поняли и решили атаковать. Форстаф, вперед лайфстилера. Центральную сторону, конечно, потеряли. Спорт, об этом уже говорить не стоит. И IG-то тоже понимает, они вообще даже не лезут. Казарма магов их толком не интересует. Центральная линия, по сути, сбушена. При этом, обрати внимание, насколько надежно играют IG. Вот нет каких-то сверхопрометчивых движений. Убили героя хорошо. У нас численное преимущество. Мы забираем либо Рошана, либо, как сейчас, они там пошли немножко святыни побили. В последний момент, видимо, кто-то сказал, ребят, ну их всего-то двое. Может, мы давайте сторону сломаем? Хотя бы одну. А потом Легионка говорит, ну может, давайте хотя бы две сломаем. Вы сломали одну сторону? Можно я одну сломаю? Каждому по стороне. Бетрайдер выкупается. Готовы драться. Так, я очень прошу, внеси урон в этой драке. Это было бы совсем не лишним для твоей команды. Уже неплохое начало. Сейчас еще можно сделать парочку. Пика перезаряжается. Лассо. Выточили Лину. Ну и дальше, наверное, будут эту Лину добивать. Да, так и есть. И Винтерскерс. Контролируют сразу же трех персонажей. Забирают еще одного товарища. И еще переключаются на Боббоку. Еще одно убийство. Так, двойное убийство. ХХС тоже бежать нет смысла никакого. Так, продолжает настакивать интеллект и тройное убийство для ОД. Ну, наконец-то. И теперь смотрим, сколько он... По-моему, за всю игру столько урона не внес. За пять тысяч. Потихоньку, аккуратно. Знаешь, помалу, конечно, но до верного играл. Ну что, в итоге останавливает наступление команды IG. Конечно, они потеряли две линии. С этим надо считаться. IG со своей задачей справились. Разыграли тоже момент этот великолепный. За всей этой дракой просто взяли, забрали барак не лишний внизу. По сути, проблема остается единственная. Зайти как-то по верху и сломать сторону. Но не будем забывать. Вышки уже упали у команды Маус Спорт на базе. Следовательно, можно и святыни подрезать вверху. Внизу забрали на отходе. Все очень круто для IG. Они даже, несмотря на то, что проиграли эту драку, полностью под контролем держат ситуацию. Идут в наступление Маус Спорт. Решили Т2 в центре забрать. Главное, чтобы сейчас случайно не слились и не написали ГГ через 30 секунд. Уже Бернинг атакует. БКБшечку даже поражал. Незадача. Оглушение есть в команде. После байбека, если что. Да, и Мадару сейчас тоже буду добивать. Он, конечно, молодец. Он очень боеспособен. И он будет драться под этим Грейвом до последнего. Если только Виверна каким-то чудом его не спасет. А потом у Де случайно не спрячет в Астрал. А потом не подойдет Спартан, у которого... Ах, 6 секунд еще. Бу-Пока, он выжил, понимаешь? Бу-Пока выжил в этой драке. У него там 10 хп оставалось. И лайфстилер выжил. Он забирает Лину. И ОД, правда, так же падает очередной колденбрейс. Да, Бу-Пока все еще живет. И он контроля дает огромное количество. Сейчас лайфстилера могут забрать, но не увидели. Если бы не Глимер Кейп, готов был уже Юл выписать. Earth Spirit по лайфстилеру. Там и Легионка с дуэлью побежала. Кайф, просто кайф. Прыгает, дает магнетайз, дает там Болдер Смэша. Вот, пожалуйста, просто посмотри. Три Болдер Смэша. Кирпичи во все стороны разлетались. Три партигара золотых. Да, все отечественное. Все нажито непосильным трудом. Ну, Бубокий и по артефактам сейчас ситуация такая, что он переживает любой урон. Где-то в Юле себя поднял, Даггераут. Мы это все видели на практике. Но, правда, он очень здорово исполняет на этом герое. Один из лучших спиритов. Я буду на этом стоять. В этой карте так точно показывает. Невероятный результат. Чисаппортов не очень люблю. Люблю смотреть, как просто керри райт-кликом убивает. Ну, типичные зрители. Дмитрий. Как говорят, типичный самовлюбленный керри. А, да, да. Мидер, да. Максус. Самовлюбленный магнус. Посмотри. Айджи понимает, что внизу сторона пушится. На центральной линии так же им ловить уже больше нечего. И вполне логично отправляются на топ. Где? При помощи вивера с эгиды. Ведь можно и сломать все. За один заход фактически. А, там еще святыня есть. Ну и правильно. А, кстати, про эгиду. Она как раз... Срок годности закончился. Три с половиной минуты до следующего рошана. Они еще так вокруг рошана зашли. Типа, он говорит, да только пропал аэгис. Он говорит, ну а вдруг? Сейчас подойдем, вдруг реально там рошан. Ну, раньше, просто раньше пришел. Идут под смоком. Очевидно, айджи решили заканчивать эту карту. Есть блинк даггер. У эрф спирита врываться можно в самый центр событий. Вивер нарезает по Даззлу. Даззл в Глимеркейп себя прячет. Maybe next time. Его спасает каким-то образом. Но в это время забирают Мадару. Мадары выкупа нет за Скайларком. Тоже погоня по деревьям. Скайларк толкает себя вперед. Бернинг его просто не отпустит. Дефьюжиал Блейд, Дезолятор. Этого вполне хватает, чтобы забрать Скайларка. А, и ОП подходит. Танкует. Лайстрайкеры. Просто, чтобы никто не подходил. Драгон Слейвы. ОП такой режим БК включил. Раму подрубил. И идет танковать. Ну да, это минус третья сторона. Остается лишь казарма магов на нижней линии. С которой тоже сейчас Виктус Гейминг смогут разобраться. Но не знаю, Дмитрий, как для вас. А для меня результат вполне себе ожидаемый. Да, да, да. Ну я говорил об этом на стадии драфта. Еще было понятно. Ой, по боку. Развалили. Но это по сути мало что решает. Сдаются греки. Не остается никого в живых. Выкупаться не имеет смысла. 24-32. Здесь, конечно, греки дали бой. И смотрелись хоть чуточку, но конкурентоспособны касательно IG. Но, еще раз повторяюсь. Тот, та стабильность, которую демонстрирует IG.